Даже сегодня, вот при всей этой реорганизации, сегодня от 10 до 20 процентов коечного фонда простаивают. Конечно, мы вынуждены каким-то образом оптимизировать. Скорые и больницы с трудом справляются с потоком заболевших. Таких заторов, скорее, от скорой помощи привыкшие к пробкам москвичи еще совершенно точно не видели. Зрелище стоит признать не для слабонервных. Только что сдали больную. Девять часов стояли. Ну и началось. Кого тут только нету. 11, 26, 57, 24, 45. Я уж думал, все. Обалдеть. Обстановка меняется практически ежедневно и, к сожалению, не в лучшую сторону. Это вам в кошмарном сне не снилось. Что творится? У нас закрыли роддом. У нас закрыли хирургическое отделение. У нас закрыли кардиологию. У нас все перевезли в город Кировск, в соседний город. Я прошу вас помочь нам восстановить больницу. Восстановить все. Понимаете, у нас скорая помощь не успевает довести. Бывает такое, что не успевает довести людей. Жительница Апатитов Дарья Старикова, которая год назад пожаловалась Владимиру Путину на проблемы в здравоохранении Мурманской области, умерла от рака. Мы сегодня живем в системе медицинского страхования, обязательного медицинского страхования. По сути дела, это комические услуги, оплаченные страховыми компаниями. Ну, давайте ничего не будем сокращать. Ну, слушайте, нам тогда надо все население Москвы уложить на эти койки ровным слоем. Зачем? Оптимизация, так называемое здравоохранение, была проведена ужасно, я употреблю такой термин, и качество и доступность услуг в здравоохранении резко ухудшилось. Чья это вина? Здесь сложно сказать, чья это вина. Зачем? Продолжение следует...